Ситуация с распространением психоактивных веществ среди несовершеннолетних в Владимирской области остается тяжелой. Первое, на что обращают внимание специалисты, дети все раньше начинают употреблять наркотики. Еще несколько лет назад средний возраст составлял 16-17 лет. Сейчас на учет к Владимирским наркологам встают уже с 12 лет. В течение 2019 года у нас социальные услуги получали 19 детей, которым уже установлен диагноз как наркопотребителем. Поэтому, на мой взгляд, это очень актуальная ситуация. Тем более, мы сейчас встречаемся с такими вызовами, которые, в принципе, нам были и незнакомы. Что касается даже жевательных смесей табакосодержащих. История со снюсами в конце прошлого года действительно для специалистов стала показательной. В то время, когда правоохранительные органы работают по предотвращению распространения наркотиков, на прилавках магазинов появлялись опасные никотиновые смеси, вызывающие сильнейшую зависимость и наносящие непоправимый урон здоровью. Жевательный табак пользовался большим спросом среди подростков. В итоге снюсы запретили. Тем не менее, эта история показала, необходимо усилить контроль за тем, что сегодня может купить подросток в свободном доступе. Одной лишь профилактикой проблему не решить. Успех, наверное, возможно и есть. Но он такой. Мы наступаем, успех приходит, потом немножко ослабеваем работу профилактическую. Потому что проводят же все. И школа, и медики, и службы социальной защиты. Все мы что-то делаем, на самом деле, в этом направлении. Но, тем не менее, система сбоит. Потому что в современном мире должны быть, наверное, какие-то другие способы для того, чтобы предотвратить вот эту беду, которая пришла в современную Россию. Говорили на совещании о роли родителей в этом вопросе. Зачастую во время профилактической работы на родительских собраниях от мам и пап специалисты слышат распространенный миф. Семья благополучная, а значит, пагубная зависимость их детям не грозит. Статистика же говорит об обратном. Зачастую подросток начинает употреблять наркотики при наличии денег, свободного времени и отсутствии контроля. Некоммерческая организация «Свободы» на протяжении многих лет занимается в нашем городе профилактикой наркомании среди несовершеннолетних. Зачастую к ним обращаются родители, которые уже не в силах самостоятельно спасти своего ребенка от пагубной зависимости. И первое, что делают специалисты в этой ситуации, пытаются изменить окружение ребенка. Наша задача – выдернуть их из этой среды. То есть, что мы делаем? Мы пытаемся расположить ребенка к себе, с ним подружиться, завязаться контактами и пробовать выдергивать его из этой среды. И постараться, чтобы он привязался к нашей среде. Тем самым, там, где не курят, не пьют, не употребляют наркотики. К слову, специалисты в очередной раз просят родителей больше внимания уделять своим детям. И при необходимости не молчать о пагубной зависимости и не бояться попросить о помощи. Ведь в этой ситуации на счету каждая минута, чем раньше приступить к решению проблемы, тем больше шансов подарить ребенку светлое будущее. Ирина Шульга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».